Двери детского сада номер 12 сегодня, несмотря на будничный день, закрыты. Никакого карантина нет, весь персонал на месте, однако в группах пусто. Все дело в отсутствии горячей воды и отопления. У нас детки маленькие с полутора лет до трех. Сами представляете, что без отопления и без горячей воды с такими маленькими детьми просто работать невозможно. Их и помыть, и подмыть надо, и всякие бывают моменты. В тепловой узел поступает вода, температура которой около 40 градусов, вместо положенных 55. Вода в системе отопления сада остывает с каждым часом. Утром температура в группах была около 24 градусов, сейчас полдвенадцатого и температура опустилась до 20 градусов. К вечеру, по словам специалистов, температура опустится до 16-17 градусов. Это будет ниже норм Санпина. Именно поэтому дети сегодня и остались дома. Нянечки, воспитатели и руководство сада сегодня на работе. Пока ребята сидят по домам, они решили сделать генеральную уборку во всех четырех группах. Моют полы, стены, мебель и даже игрушки. К возвращению воспитанников все должно быть готово. Пока ребят нет, мы как раз и подготавливаемся к новому году, потому что детей в группе много. Мы никак не успеваем все равно это сделать. То, что нужно бы, то, что хотелось бы с детьми, значит, подготавливаем то, чтобы детям на завтра, на послезавтра было чем заняться. Экстренные каникулы сегодня ни в одном детском саду. Сегодня 13 детских садов осуществляют работу в штатном режиме. Температура воздуха утром составила от 20 до 24 градусов тепла в групповых помещениях, что соответствует норме. Два детских сада, в которых функционируют группы для детей раннего возраста, то есть до трех лет, не работают. Без горячей воды и тепла сегодня оказались и пять школ города. Ребят не распускали по домам, предложили сократить время урока. До 30 минут. Во-вторых, ведется наблюдение за температурным режимом в классах. Если температура будет отпускаться ниже положенного уровня, значит, ребят будем отпускать домой. Ученики начальных классов и их родители оповещены заранее, что дети могут появиться дома раньше положенного времени. Помимо учебных заведений пострадали и более 250 жилых домов по улицам Гагарина, Бардина, Ленина, Ломоносова, Мамлеева и другим. Причина коммунальной проблемы кроется в неполадках на теплосетях. Конкретно на второй нитке теплоснабжения ТЭЦ ПВС город. Образовался свитч, его необходимо ликвидировать. Ушла большая подпитка, утечка. Поэтому пока погода позволяет, на улице плюс один градус, здания, в принципе, я думаю, да не думаю, они от этого не пострадают. Прогрелись, ничего страшного не случится. Поэтому, не дожидаясь выходных, было принято решение устранить эту утечку. Неполадки на трубопроводе произошли на территории Череповецкого металлургического комбината. Работы по восстановлению магистрали были спланированы еще накануне. Сегодня весь день с 8 утра и до 7 вечера специалисты занимались ремонтом сетей. Уже завтра все школы района и детсады будут работать в обычном режиме.